МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По акции не всегда выгодная покупка и как оградить себя от лишних трат в сезон предпраздничных скидок, рассказали эксперты. В канун столетия героя в 27-й гимназии Барнаула появился мурал – портрет Владимира Смирнова. В 43-м он повторил подвиг Александра Матросова. Проезд и проход запрещен. У водоемов Барнаула установили 43 знака, напоминающих об опасности выхода на лед. Особое внимание спасатели обращают на выход к водоемам в микрорайоне Затон, селе Власиха и Лебяжье, поселках Черницк, Южный, Центральный, Казенная заимка, а также в районе Дамбы на реке Барнаулка. Специалисты просят жителей быть осторожными и следить за передвижениями детей, так как устойчивый минус в Алтайском крае установился лишь на днях – лед хрупкий и тонкий. Об опасности спасатели напоминают и рыбакам, которые уже спешат на подлёдный лов. Сотрудники ГОЧС рекомендуют быть предельно внимательными на берегах Аби, у нового и коммунального мостов, а также вниз по течению водоканала и вдоль садоводства на реке Ляпиха. Олейску впервые за 6 лет выдали паспорт готовности к отопительному сезону. Получить документ, который подтверждает возможность пережить холодный сезон без перебоев, позволила комплексная модернизация системы теплоснабжения города. А между тем, всем без исключения муниципалитетам края правительство региона поручило оснастить котельные резервными источниками электроэнергии. Как показала первая метель, они хорошие подспорья в непогоду для исключения перебоев в теплоснабжении социальных объектов. Третьи сутки в регионе наблюдается сильный ветер, который то и дело валит деревья, обрывает провода. Да, впоследствии от разгула стихии, которая особенно бушевала 10 ноября, устраняют в крае до сих пор. Так, из-за непогоды только без электричества осталось 50 населенных пунктов. Семстерная бригада была задействована порядка 300 человек, ну и около 100 единиц техники на устранении работали. Действительно, сегодня точечные работы продолжаются по заявкам потребителей. В основном это Славгородская зона. Последствия первой метели этого сезона стали повесткой оперативного совещания в правительстве края. Отдельно обсудили ущерб, нанесенный социальным объектом. Подсчитано, что в шести районах края с них снесло кровли. Особенно серьезно пострадала крыша детского сада в селе Табуны. Там идет экстренная разработка сметы на восстановление, на ремонт кровли. Дети распределены по двум детским садам, вернее в один детский сад и в корпус этого же детского сада. Сегодня должен начаться там демонтаж кровли. Учебный план пришлось скорректировать и в населенных пунктах, где из-за отключения света обесточенными остались и школьные котельные. Так в селе Максимовка Славгородского округа дважды пришлось подключать резервный источник электроснабжения, чтобы возобновить в школе учебный процесс. Они подключили опять дизель-генератор. Учебный процесс должны будут начать, я так понимаю, сегодня с обеда, там уже по свету. Дизель-генератор обеспечит только работу котельных. Чтобы в будущем избежать подобных перебоев, муниципалитетам края поручено закупить генераторы для всех котельных, которые отапливают значимые объекты. За последние два года резервными установками обеспечили 535 котельных региона, но еще более 80 сооружений дизельных генераторов не имеют. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. На этой неделе пробки сковали не только улицы Барнаула. Водители, живущие за городом, сегодня, например, попали в затор на правобережном тракте. Длина пробки, по словам автомобилистов, превышала несколько километров. Проезд был затруднен именно в направлении к городу. Пока одни терпеливо стояли в очереди и медленно продвигались, другие спешили по обочине. Причиной затора оказались ремонтные работы. Дорожники заняли целую полосу. Сложная обстановка оставалась до 10 часов утра. Впрочем, не просто сегодня утром было и на многих улицах Барнаула. Несмотря на небольшой мороз и отсутствие осадков, на дорогах краевой столицы отмечались девятибальные пробки. В списке улиц с затрудненным движением не только центральные проспекты, но и улицы Северо-Западная, Юрина, Советской армии, Малахова, Матросова. Пробки – это еще и примета предпраздничных распродаж. Ноябрь – традиции месяц красных ценников в магазинах. Некоторые отделы предлагают скидки от 40 до 70%. Наши корреспонденты пытались выяснить, что кроется за большими скидками и кто на самом деле оказывается в выигрыше в ходе скидочной ноябрьской недели. Это насколько они ее завышали, да, и что до 70% готовы были снизить цену. И как бы осталось там совсем, ну там, например, тысяча рублей за какой-то крем. То мне кажется, это даже опасно такое покупать, потому что, ну, из чего это сделано. В 70% скидки Аша, любитель шопинга, профессия стилиста обязывает не очень-то и верит. Да и, в принципе, на распродажах редко что-то покупает. Берет вверх вторая профессия маркетолога. Бывает такое, что, например, компании решают, во-первых, добрать план продаж, да, как бы перед коллекциями новыми, и они действительно делают скидки на те товары, которые, ну, как ликвидация товара происходит. На самом деле, большие скидки на новые коллекции в период распродаж никто никогда не делает. Чаще всего ценник резко идет вниз на одежду прошедшего сезона. Хорошую, красивую, но все же тучью время уже вышло. 1 декабря все, что сейчас на стойках здесь по распродаже, оно уедет. И его место займут продукт красивый, новогодний, сезонный в тот момент. Это, я думаю, общая мировая такая практика, тенденция, поэтому, наверное, в ноябре есть эти праздники, черная пятница, шоппинг-дни, они как раз для того, чтобы где-то, да, почистить остатки. Все эти мероприятия, они не проявление какой-то благотворительности и прочих, так сказать, благих намерений, да. То есть, все-таки потери, которые может понести от неправильных решений, в том числе и ценовых фирм, они гораздо больше, и поэтому она с большей серьезностью ко всем этим процессам подходит. Она все тщательно считает, и все вот эти скидки, так сказать, и прочие вещи, они уже включены в цену товара. Крупные магазины, небольшие отделы, маркетплейсы всегда останутся в выигрыше, уверен экономист. А вот что касается покупателя, на самом деле есть разные типы. Кто-то с деньгами расстается легко, а кто-то будет сильно расстроен, если в соседнем магазине тот же товар окажется на 300 рублей дешевле. Поэтому эксперты советуют тщательно взвешивать свою покупательскую способность, в том числе и в сезон распродаж, и уметь останавливаться, когда, что называется, понесло. Есть формула расчета часа, стоимости вашего часа рабочего, жизни, здесь неважно. Мы берем свой доход за год и делим эту цифру на 2000. Эта цифра, которая получается в конце, зачастую она является отрезвляющей для многих. Сейчас Новый год приближается, в том числе. Балерина, красивая игрушка-балерина, которую перед Новым годом она манит, рублей 500 она стоит. И казалось бы, ну что, я себе не могу позволить. А когда мы вспоминаем, что зачастую у среднестатистического жителя Барнаула стоимость рабочего часа – это 370 рублей, а иногда эта цифра бывает еще ниже, то, соответственно, балерина – это не просто игрушка, а это 2 часа вашей работы. В период распродаж люди часто совершают спонтанные покупки, продолжают эксперты. Чтобы действительно получить удовлетворение от шопинга, а не сожалеть о внезапно опустошенном кошельке, к покупкам надо подходить с точки зрения разумного потребления. Не поддаваться сиюминутным каким-то мотивам, а работать над процессом потребления и стараться приобретать лишь те продукты, которые нам действительно необходимы в каждый конкретный момент времени. Кстати, со слов экспертов, неделя скидок была на пике популярности в России лет 10-15 назад. Теперь интерес к ней поугас, отчасти из-за снижения покупательской способности. Но если все же вкусные цены манят как магнит, стоит обязательно обратить внимание на срок годности товара и отследить его стоимость до распродажи. И покупать вещь или технику, лишь когда цена действительно упала. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае стартовала акция «Заплати налоги за родителей». Ее суть состоит в том, чтобы помочь своим родителям подключиться к сервису личный кабинет налогоплательщика физического лица и с его помощью оплатить налоги на имущество, землю и транспорт. Краевое управление Федеральной налоговой службы подчеркивает, что результатом акции должно стать увеличение числа клиентов, подключенных к личному кабинету налогоплательщика. Онлайн-сервис позволит оплачивать налоги, не выходя из дома. Например, по последним данным УФНС, 74 тысячи жителей Алтайского края уже платят налоги через сайт госуслуг. Кстати, у акции Краевого управления налоговой службы будут победители. В первой категории семьи, подключившиеся к личному кабинету, наибольшее количество родственников. Во второй – те, кто оплатит через сервис максимальную сумму имущественных налогов. Для самых активных обещают специальные призы. Итоги акции подведут 2 декабря. В Алтайском крае за два года подготовили почти 100 военных медсестер. Часть из них уже побывали на СВО. На этой неделе в Барнауле запустили новый поток обучения сестринскому делу. Чем дополнили программу и с чем придется столкнуться этим студентам уже на практике, узнавал Данил Кузнецов. С 2022 года Барнаульский базовый медицинский колледж обучает всех желающих по программе военных медсестер. За это время курсы прошла почти сотня добровольцев, среди которых были и жены мобилизованных. Сегодня стартует пятый поток. Новичкам предстоит изучить медицину через и чайных ситуаций и оказание первой помощи. Программа постоянно дорабатывается. К примеру, сейчас обучающиеся обязательно пройдут через психологическую поддержку. О ее необходимости стало понятно от первых выпускников, посетивших зону СВО. Максимальная реакция организма будет через неделю. Ну, примерно через неделю. Вам захочется домой. То есть, это может в усталости выражаться, в истериках, еще в чем-то. Совет, конечно, нам давали психологи не принимать все близко к сердцу, не пропускать через себя, не выходить на какие-то там общения более близкие, чем оказание первой помощи. Помощь медсестер в госпиталях и на поле боя необходимо более чем. К тому же, ранения на СВО зачастую серьезнее по сравнению с другими вооруженными конфликтами. 85% на сегодняшний день – это минно-взрывные осколочные ранения. Полевых ранений не так много. В первую очередь, что должен сделать боец – это мобилизировать раненую конечность. Если это ранена нога, соответственно, мы накладываем жгут как можно выше. Жгут там еще самый и с рукой. Но вообще перед медиками на поле боя стоят серьезные вызовы, среди которых эвакуация раненых, которая может затянуться на несколько дней, дефицит лекарств и оборудования, а также несопоставимо большое число пострадавших по отношению к санитарам. Тем не менее, желающие приходят на каждый новый поток. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Помощь семьям и помощь фронту. Общественная организация «Много деток хорошо» больше 15 лет помогает многодетным семьям, а с недавнего времени и бойцам СВО. Какую помощь им оказывают волонтеры, и почему добрые дела сейчас важны, как никогда, знают мои коллеги. У общественной организации «Много деток хорошо» уже даже есть собственный гимн. В 2008 году жительница Барнаула Светлана Литвинова не просто взяла под крыло семьи, которые воспитывают трех и более детей, но и начала оказывать им всестороннюю помощь. Наша задача – активизировать родителей, чтобы они не сидели, не ждали. Например, пособие – это хорошо, но я же тоже что-то должен делать для своей семьи. Я должен зарабатывать. Если мама не может в декрете, например, сидит и нужны дополнительные заработки, мы находим возможность через центр занятости пройти какие-то курсы, научиться чему-то новому. Или сами организовываем то, где мама может чему-то научиться и в дальнейшем улучшить свое материальное, в том числе, положение. «Много детках» оказывают бесплатную юридическую, социальную, финансовую помощь. И не только. Большой акцент организация делает на работе с детьми-инвалидами. Мы вот три раза в неделю даем возможность прийти детям с инвалидностью в наш семейный центр для того, чтобы они общались, приучались готовить еду, вместе что-то красивое делали, учились делать что-то руками, но прежде всего, конечно, учились общаться. Многодетки поддерживают и алтайских бойцов, собирают им продуктовые посылки, гигиенические наборы и плетут для них защитные шестиметровые маскировочные сети. Завязываем бантик потуже, притом первый, чтобы он не развязался. Все мы должны в это время помогать, а всем, чем можем, все эти постоянно нужны, потому что они приходят в негодность, и наши бойцы защищены, наверное, и тепло мы вкладываем от своих рук и своих душ. Подарки для бойцов многодетки передают через Народный фронт. Сейчас волонтеры собирают новый транш гуманитарной помощи, на этот раз личные посылки. Одежда, костюмы, носки и футболки для фронтовых госпиталей. Волонтеры с большим сердцем и дальше продолжат добрые дела. Валентина Аскерова, День с толком. Его имя носит улица и гимназия Барнаула, но все ли жители города помнят о его подвиге. В 27-й гимназии создали мурал, посвященный Герою Советского Союза Владимиру Смирнову. Это своеобразный подарок к столетию Героя Великой Отечественной. Уверенный взгляд и большая любовь к родине. Именно такие мысли посещают, когда видишь портрет Владимира Смирнова. Будущий Герой Советского Союза родился в Барнауле в 1924 году. Окончил 7 классов 27-й школы. А когда началась война, без раздумий отправился на фронт. И также, не сомневаясь в правильности своего решения, закрыл с собой огонь вражеского пулемета. О героическом поступке знает каждый школьник этой гимназии. Это очень важно, поскольку на данный момент события войны все дальше и дальше становятся от нас. И как раз таки очень важно сохранять эту память, чтобы молодежь знала нашу историю, понимала, что как было, чтобы этого не допустить вновь. В гимназии готовятся торжественно отметить 100-летний юбилей Владимира Смирнова 18 ноября. К этой дате совместно с проектом «Лица героев» в учебном заведении решили создать мурал. Владимир Смирнов для нас такая центральная фигура при организации патриотических мероприятий в гимназии и в организации патриотического воспитания. И, наверное, с этой точки зрения его личность интересна для подростков тем, что он был очень молод, когда совершил свой подвиг. И вот как раз отнеся себя, свои личные качества с тем, какими личными качествами обладал Владимир Смирнов в момент, когда он принимал решение пойти на фронт, хотя мог бы остаться работать на заводе, когда он совершал подвиг. Для создания мурала в гимназию пригласили специалистов, которые занимаются цифровой росписью стен. Это позволяет наносить рисунок быстро, без лишнего запаха краски с баллончиков. Мурал создает робот, который до мельчайших подробностей воспроизводит разработанный рисунок. Приезжают наши ребята, наши команды, которые устанавливают это оборудование, выравнивают его по уровню, отцифровывают, откалибровывают, промывают и в дальнейшем загружают туда согласованный макет. После нажимаем на кнопку печать и оборудование начинает переносить изображение на поверхность. Это специальные экосольвентные чернила. Они безопасны, они имеют сертификаты, они сразу же запекаются ультрафиолетовой лампой. То есть изображение по факту уже сразу же сухое. Его можно протирать, мыть. Оно не выгорает, не выцветает, как говорится, на века. На создание образа Владимира Смирнова ушло около четырех часов. Портрет, цитаты из писем теперь будут украшать стену гимназии и каждый день напоминать школьникам о подвиге героя. Для команды Евгения этот мурал тоже особенный. Его компания уже создавала портрет ветерана Великой Отечественной, выдающихся спортсменов и деятелей науки. Говорит, каждая работа трепетна по-своему. Ведь все это память для подрастающих и будущих поколений. С 2025 года золотые юбиляры семейной жизни будут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Виктор Томенко. По словам губернатора, подобная мера поддержки – это символ признательности старшему поколению, которая сохраняет такие традиционные ценности, как любовь, верность, забота о близких. Также Виктор Томенко подчеркнул, что полувековой юбилей в Алтайском крае ежегодно отмечают около 5 тысяч семей. В Доме народов Алтая пролили свет на немецкий язык, а точнее провели концерт ансамбля «Зоненшайн», который так и переводится «Солнечный свет». Его солистки рассказали, в чем секрет их успеха и какая сверхмиссия у коллектива. Каждый раз своим задором они дарят зрителям «Зоненшайн». Так и называется их вокальный ансамбль. В переводе с немецкого «Зоненшайн» – «Солнечный свет». И сегодня они отмечают свое пятилетие. В коллективе в основном потомки поволжских немцев. Что может быть лучше России? Любимая, чем я. Своим ярким концертом в Доме народов Алтая, на который приехали даже гости из немецкого района, солистки закрывают проект «Зоненшайн фюрфройнда» – «Солнечный свет для друзей». Цель проекта, который реализовали по госпрограмме «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» – создать условия для сплочения российских немцев, проживающих в регионе. Ведь сегодня далеко не все алтайские немцы знают немецкий язык. Дети с большим трудом запоминают слова. Очень сложно им это дается, потому что дома родители почти не говорят. Создание таких ансамблей очень важно. Во-первых, это для того, чтобы дети слышали. И если им нравится то, что они видят со сцены, они тоже хотят быть участниками. В репертуаре ансамбля «Зоненшайн» и обрядовые, и патриотические, и молитвенные песни, и просто зажигательные. У нас есть шуточные песни, потому что немецкий народ, он очень веселый, он никогда не унывает, несмотря ни на какие жизненные коллизии. И он очень вот это иллюстративно переносит в свое песенное творчество. Вот сегодня мне сделали представители немецкой национальности комплимент, что мы в принципе понятно и все правильно делаем. Это самое главное для нас, что понятен наш язык, понятен то, что мы несем, тем самым мы его сохраняем. И будем изучать дальше традиции, копать как бы вглубь, ну и развиваться. Говори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. Кстати, сегодня ансамбль ждет в свою команду новых участников. Главное, хотя бы уметь читать на немецком языке, чтобы стать частью дружной семьи, которая поет и ведет интересную досуговую жизнь. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания Evalar. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok